Привет, уважаемые подписчики канала Процветок! С вами Ольга Дуброва. И сегодня у нас вторая часть борьбы с сорняками. Не то чтобы как их ударить по голове под корешок, а разбираемся, какие же еще растения помогут нам уменьшить количество сорняков на наших участках. В первой части фильма, можно сказать, мы говорили о многолетних растениях, ну и продолжим многолетниками. В принципе, мы тогда затронули достаточно распространенные растения, а сейчас хочу заострить внимание на мини-распространенных растениях, но которые достаточно устойчивы в умеренных широтах и при минимальном уходе. Очень интересное растение, которое называется офиопагон. Офиопагон японский. Родом он из Дальнего Востока, Японии. Иногда его даже называют японским ландышем, потому что он имеет такие белые цветочки. Несмотря на то, что кажется, что это злак, но это из семейства лилийных. Образует куртинки. В теплых регионах можно сажать даже целые полянки. И это будет выглядеть как такая злаковая поляна, злаковая есть какая-то степь. Но листики у него достаточно плотненькие, широкие. Окраска в зависимости от сортов. Существует много сортов. И в последнее время появились сорта с темноокрашенными листьями, практически черными, что очень выглядит оригинально. И можно вот играть на контрасте с другими растениями. Афиопагон японский неагрессивное растение. И если отмыть корешок, то можно там увидеть маленькие такие клубишочки, что свидетельствует о том, что оно принадлежит какому-то семейству совершенно незлаковому. Следующее растение – это растение, которое называется котула. Котула внешне напоминает папоротничек, потому что листочки сильно рассещённые. Либо какой-то карликовый тысячелистник. Вот такие у неё листики. Котула шероховатая, достаточно зимостойкое растение и устойчивое к вытаптыванию, не требует укрытия, хорошо разрастается. И если её посадить где-то, может быть, есть межплиточное пространство, либо возле дорожки, лёгкая по ней прогулка, она ей не помешает. Единственное, что она будет меньше цвести, а может и вообще не будет цвести, потому что будут вытаптываться цветочные почки. Ну, у неё настолько мелкие цветочки, что это, в принципе, останется, я думаю, вами и незамеченным. Другие виды котулы, например, лопчатниковая или гребенчатая, они уже немножко из других мест произрастания, но ведут себя они точно так же, разрастаются такими густыми ковриками и имеют немножко большую высоту. Котула шероховатая, она высотой, представьте себе, сантиметр-пять сантиметров. Котула лопчатниковая, она уже порядка 10 сантиметров. И поинтересуетесь где-нибудь, им нужны немножко другие условия. Кто-то любит влагу, кто-то не любит влагу. Ну, замокания никто из них не любит. Следующее растение многолетнее, но оно уже по внешнему виду и не скажешь. Это пау-кустарничек такой. Называется он пахизандра. Тоже почему-то пока еще мало распространен, хотя ландшафтными дизайнерами в частных садах используется уже довольно-таки широко. Пахизандра растение тоже из тех японских краев. И чем она хороша еще, что она подойдет для тенистых и полутенистых мест. Конечно же, эта тень должна быть не вот на такой высоте, но где-то под яблоней, под сливой, в том месте, где вы уже ничего не сажаете, а чтобы сдержать нашествие сорняков. Потому что сорняки ведь не то, что он вырос, а еще есть такие сорные растения, которые размножаются замечательно семенами. Их потом либо ветер, либо муравьи, либо еще там кто-то, либо вы ногами разносите. Поэтому пахизандра для таких мест очень будет хороша. Глубина залегания корневой системы совершенно небольшая, но зато сверху большая зеленая масса. Очень красивая, эффектная. Листики образуют такие розеточки красивые. И потом оттуда выскакивают цветоносы. Цветки не очень крупные, но все равно миленькая то, что она все-таки цветет. И принадлежит она к семейству самшитовых. Еще один плюс для пахизандры, то что она вечно зеленая. Зимует с такими же зелеными листьями, только немножко становится темнее окраска. Листики жестковатые и с таким зубчатым краешком. Дальше быстренько пробежимся. Пусть назовем, что это у нас будет топ-5 спасателей от сорняков. По кустарникам перейдем уже в настоящее наступление. Если у кого-то позволяет площадь, даже если не позволяет, очень рекомендую использовать можжевельники, хвойные растения. Можжевельники, которые низкорослые и стелющиеся. Он образует настолько изумительной красоты, изумрудные коврики. И кажется, что по нем даже можно иступать. Но правда жалко. И высота их будет достигать порядка 15-20 сантиметров. Он настолько плотно забивает пространство, что там уже никакому сорняку через это не пробиться. Еще одно замечательное растение из кустарников – это кизильник. Кизильник, но не тот, из которого стригут изгороди, а кизильник горизонтальный. Хорош тем, что он вечно зеленый, морозостойкий, не требует укрытия, неприхотливый, никакие особенные уходы за ним не нужны. Но в первые годы, конечно, для того, чтобы он стартанул, либо после обрезки, кстати, он тоже хорошо, какие прочие листопадные кизильники, переносят обрезку. Поэтому, если он куда-то выкидывает свои причудливые ветки, они в самом деле причудливые, то вы смело можете обрезать. И вот после обрезки, то, конечно, можно простимулировать, немножко пролить каким-то удобрением, но вообще не заморачиваясь на том, чем я проливаю и что я туда насыпала. Очень интересный кизильник прижатый, он еще ниже, чем горизонтальный, и вообще сногсшибательный кизильник, это кизильник даммера. Он еще более низкий, сантиметров 20. У всех кизильников цветочки, хоть они и мелкие, но на фоне зеленой листвы они выглядят очень эффектно, тоже немаловажно, в любой борьбе все должно происходить красиво, без эстетства. Затем появляются многочисленные, ближе к осени появляются многочисленные плоды, ярко окрашенные красные ягодки. Так вот, у даммера эти ягодки, они просто усыпают побеги. И затем, если нет снега, то они смотрятся просто восхитительно на фоне зеленой листвы, когда уже вообще кругом ничего зеленого у нас нет. И так как они густо расстилаются по почве, то естественно, что пару прополок и потом сорняки там никакие не поселяются. Но это то, что касается цветочной борьбы. А как же быть с овощными грядками? Там ведь тоже надо нам бороться и как-то противостоять нашествию сорняков. Здесь можно использовать такой прием, наверное, некоторые или бабушки в деревнях, сами того не ведая, но пришли к этому своей мудростью, что между медленно растущими растениями культурными сажать те, которые растут быстро. Например, между помидорами или капустой брокколи мы можем смело посеять листовую зелень. Это может быть и шпинат, и руккола, и листовые салатики, которые мы потом скушаем. И к этому времени уже будет площадь питания достаточно для того, чтобы развиваться в основной культуре, не боясь то, что не хватит элементов питания для роста и плодоношения помидорам, либо другим культурам. Значит, такой прием. Потом густая посадка. Но густая посадка, вы должны понимать, что это должно быть все в пределах допустимой нормы. После того, как растения сомкнутся между собой, мы знаем, что не должно быть сильного перехлёстывания, потому что это будут болезни, это будет плохое проветривание и так далее. То есть растения надо сажать так, чтобы к моменту их массового нарастания, их основного роста, чтобы они слегка между собой соприкасались. И под пологом, конечно, будут трудные условия для сорняков. То есть нам достаточно будет один раз прорыхлить. Хочу вам заметить то, что обратить ваше внимание, что в любых культурах не надо сильно переворачивать землю и перекапывать просто от души на штык лопаты. Нам кажется, что если мы сейчас перевернём, мы вот эти сорняки, которые на поверхности, мы туда закопаем, и всё, и там чистенькая такая земелька, мы смотрим, ничего нет. На самом деле мы вот этим глубоким рыхлением или глубокой перекопкой в междурядях мы провоцируем семена, которые глубоко в почве. В принципе, они бы там спали до конца сезона, но вот этой перекопкой мы их, во-первых, ближе к поверхности, разрыхляем почву, значит и свет к ним поступает, и влага поступает, и всё замечательно. И тогда они начинают буйствовать. То есть рыхление должно быть умеренным. В сантиметрах 5 этого будет достаточно. К тому же глубокое рыхление, оно повреждает корневую систему культурных растений. Немножко коснусь такой темы, но только вскользь, потому что эта тема большая и спорная, существует такое понятие аллелопатия. Аллелопатия – это выработка соединений, подавляющих рост других растений. То есть в почву корнями либо листьями выделяются фитотоксичные соединения, которые воздействуют на прорастание или на проросшие семена. В странах с высокоразвитым сельским хозяйством – это США, Юго-Восточная Азия и Иран, между прочим – там давно уже ведутся эти исследования. И исследования доказали то, что определенные растения… У нас многие из этих растений используются как сидираты. И там проведены достаточно достоверные исследования. И исследования эти показали, что урожайность увеличивается на 30-50% и что сокращаются… Поголовья сорняков сокращаются просто там тоже в больших очень цифрах. Но там трудно различить влияние это чего? Влияние того, что растения борются за площадь питания, за ресурсы пищевые, либо это в самом деле аллелопатия, то есть выделение вот этих вредных веществ. Поэтому все те культуры, которые мы высеваем с вами, это ячмень, овес, ну где-то сорга высевают, пшеница, рожь, все горчицы, клевер, клевер красный, клевер белый, гречиха. Мы их можем использовать с целью подавления прорастания семян. Каким образом? Зафиксировано также, что 3 года высевая насильно запыреянным или насильно заосоченным или с большим количеством одуванчиков, а зимой урожь, весной ее там скачивают, либо гербицидами уничтожают, полностью уходят эти сорняки. Поэтому где-то между рядьях мы можем высевать с вами овес. Затем, когда он поднимется на сантиметров 10-15, мы его просто подрезаем и оставляем там. Пока он растет, то просто банально не хватает света, вот этого спектра, который вызывает пробуждение семян. Когда мы его оставляем в качестве мульчи, то тогда наступает такой эффект тепличный, который не нравится большинству семян сорняков. То есть нет перепада между дневной и ночной температурой, и они лежат себе и отдыхают, и ждут, когда же будет какой-то стресс, чтобы прорасти. Ну а потом они, естественно, задыхаются. И таким образом мы избавляемся от сорняков. Всем известные бархатцы. Мы знаем, что их сажают от нематоды, но бархатцы еще обладают такой вот ленопатической токсичностью. Конечно же, мы их не насажаем между помидорами либо между морковкой, потому что у них достаточно мощная корневая система, и сколько питательных веществ они отберут на себя. А вот мульчирование с помощью бархатцев мы вполне себе можем позволить. Поэтому где-то от прорывки либо с краю грядки мы с клумбы забираем бархатцы, измельчаем и делаем такое мульчирование. И я думаю, что все у нас в этой неравной борьбе должно получиться. Ну вот я вас вооружила. Часть вторая закончилась. Всего хорошего. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. До новых встреч. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова